Короче, ребята, добрый день, добрый вечер, неважно, сегодня видеоролик немножко поинтереснее, потому что проблема, в принципе, очень актуальна, и как ее решить, многие еще не знают. Поближе будем сразу переходить к делу, не затягивая видеоролик на очень-очень много времени. Что нам нужно, чтобы скачать Сбербанк Онлайн на ваш телефон и спокойно в него зайти без проблем, то есть полностью. Я включил VPN, там, где Сбербанк не поддерживается, но, в принципе, все равно в него как-то именно вот входить можно. В принципе, там войти можно, я просто не являюсь гражданом Российской Федерации в данный момент, но, в принципе, русскими картами пользуюсь, такими как Kiwi кошелек или еще что-то. Для этого мы переходим, в принципе, в браузер. Нам понадобится приложение Scarlett, как мы видим на данный момент, оно может установиться на любой ваш девайс от Apple. В моем случае на данный момент это iPhone 12. Что мы делаем? Пишем в поиске Use Scarlett. То есть, в принципе, точно так же, как у меня на видео. Переходим по ссылке, видим здесь такую неплохую ссылку, в принципе, первую. Я думаю, здесь никаких других не будет. Нажимаем. Переходим. А здесь очень много ненужной информации, мы ее не трогаем, рекламу справа не нажимаем, просто листаем вниз. Здесь видим Install. Get it, get Scarlett. На красную кнопку на английском языке Install нажимаем. Объясняю в подробностях, чтобы потом не появлялась проблема. Открывается реклама, нажимаем, если Chrome или, возможно, Safari, на вкладке. Закрываем последнюю вкладку и здесь заходим в вот эту такую небольшую вкладочку, в принципе, с пятью разными ползунками. Заходим в Direct Install, ждем 10 секунд. Ну, в принципе, у кого-то может загрузка начать сразу, у кого-то придется подождать. Индивидуально у каждого. Я не буду нажимать установить, оно у меня есть. Что мы делаем после того, как мы установили приложение? Мы заходим в Настройки. Настройки. Заходим в Основные. И дальше переходим, в принципе, в раздел VPN и Управление устройством. Это если у вас iOS 15-16. Если у вас iOS намного меньше, здесь будет отдельная вкладка Управлением устройством. В принципе, она естественная и никаких проблем с этим вообще не будет. Заходим сюда. Здесь видим, будет идентичная, возможно, надпись, возможно, в принципе, какая-то другая. Что вообще заключается в потоке вот этой вот вкладки? China Mobile Communications Corporation. Нажимаем на нее, она будет здесь у вас немножко выше. Мы на нее нажимаем. А здесь у нас будет Scarlett доверять. Синяя кнопка. Два раза нажимаем сначала вот здесь и потом в правом верхнем углу. Все. Scarlett у нас будет работать. Он нам не понадобится особо, но мы в него просто зайдем по галочке. Потом перейдем в среднюю вкладку в нижнем углу. И, в принципе, пока здесь останемся на секунду. Сбербанка у вас здесь не будет. Что мы делаем дальше? Мы пишем Сбербанк. Скачать Сбербанк. Можно написать, можно как угодно написать, чтобы сразу найти сайт. Вот это максимально подходящий поисковой запрос. Скачать Сбербанк онлайн. IPA. Можно не онлайн, можно написать IPA. IPSV Guru. Запоминайте сайт. Не клацаем на вкладку «Альтернативная ссылка» и не клацаем на вкладку «Установить без ПК». То есть это нам не понадобится. Мы нажимаем «Скачать». У нас заходят на Яндекс.Диск. Тут у кого как. Кто-то из России, кто-то, возможно, с другой страны попытается зайти. Это нам не понадобится. Нам понадобится включить VPN, если у вас не работает диск Яндекс. Зайти, залогиниться, в принципе, установить приложение. Нам тоже не нужно. Нажимаем «Сохранить» и «Скачать» с Яндекс.Диска. Там происходит некая авторизация. Думаю, вы пользовались. Потом что мы делаем? Мы заходим на диск Яндекс. Вот, в принципе, диск Яндекс.Ру. Последние файлы. Здесь у вас будет, если вы скачаете или просто зайдете сюда, «Сбер-1250-айпа». Мы зажимаем эту вкладку и вот в правом верхнем углу, в принципе, видим «Скачать». Клацаем сюда. У нас происходит скачивание. У нас оно скачивается до конца. Потом мы нажимаем в плане скаченных файлов. Можно зайти сюда. Можно просто нажать кнопку «Открыть скаченные файлы». В принципе, это, так сказать, основное. Что мы делаем после этого? В принципе, «Сбер» у нас в 1250 есть. Все, в принципе, скачено. Мы заходим в «Скарлетт». Мы заходим в «Скарлетт» и, опять же, правый верхний угол, видите, вот такая кнопка есть, «Поскачать». Мы на нее нажимаем. У нас появляется обзор. Тут куча лишних папок. Мы их не трогаем. В принципе, они нам не понадобятся. Три точки тоже можно не клацать. В принципе, надо нажать в правом-левом углу. Нет, вернее, в левом верхнем углу кнопку по типу «Назад». Потом зайти в «Айфон» и зайти в «Скарлетт». То есть, вот здесь в «Скарлетте» будет у вас определенно, возможно, какой-то файл, но мы его не трогаем. Мы заходим в «Хром». В «Хроме» будет у нас именно «Сбербанк». Мы на него нажимаем. Потом вот здесь происходит такая загрузка. Ждем буквально, ну, секунд 20 от силы. И «Сбербанк» скачет. Открываем «Сбербанк». В принципе, регистрируемся, входим. Если возникают проблемы, ребята, если возникают проблемы, мы открываем «Телеграм». И вот, в принципе, мой никнейм, номер телефона. Можете по нему обращаться, писать куда угодно. В принципе, с этим никаких проблем в данный момент не возникнет. Так что, ребята, пользуйтесь. В принципе, способ максимально хороший. Я думаю, если будут какие-то проблемы, можете обращаться. Я бесплатно всем абсолютно помогу. Просто если помощь будет очень эффективной, можете оставить на чай. Всем спасибо, что посмотрели данный видеоролик. И всем пока.